Всем привет, с вами Алекс Канамбериллаб. Работаем с картами, смотрим с погодами в ближайшие дни и делаем выводы катаклизмов. Начинаем с Европы. Что здесь интересного? В Атлантике находится недалеко от Ирландии, к западу от Ирландии, вот такой вот циклон, который хвост опускается сюда, к Азорским островам. Доходит на самом деле он до побережья США, хвост. Здесь вот такой вот сплюснутый антициклон азорских. Ну, кстати, хвост уже даже задевает север Азорских островов. Вот так вот интересно. В Северной Атлантике здесь встал антициклон. И вот этот циклон, судя по всему, пуляет вот такие вот грозовые явления в Европу. Мы видим опять Франция, Швейцария, Германия, Польша, Словакия. Может быть на Балканах в какой-то степени будут осадки сегодня. Но вот что случилось вчера во Франкфурте. То есть там ливневая канализация засорилась в аэропорту. И, соответственно, произошло затопление в аэропорту. Но это все раскрутили как какой-то катаклизм на нашей планете. И вот тоже из Брандербурга такое сообщение. На Германию суровые погодные условия в регионе бушевали. Особенно в Брандербурге. С огромным ущербом, который еще не может быть оценен по достоинству, пожарная служба все еще занимается защитой от опасности. Это вот так вот обычную грозу летнюю, понимаете, описали. Вот такие грозовые воронки в столице штата Германии. За очень короткое время установилась суровая погода с грозой, градом и проливным дождем. Порывы ветра достигали 90 км в час. Были вырваны деревья. И был град до сантиметра в диаметре. Вы видите, уже сантиметр в диаметре град уже как какой-то кошмар и какое-то стихийное бедствие. Где там шквал грозовой уже воспринимается как ураган. Там 90 км в час. Аж целая скорость. Вот такие вот новости поступают. И еще одна новость. И теперь из Турции пришла. Здесь установился сейчас антициклон, который нормально становится здесь в Реземноморе в августе. И что вот пишет, запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось лишь на два месяца. Если засуха продолжится, ситуация станет критической. Понимаете, здесь можно вернуться к истории. Потому что именно в Стамбуле, если вы помните, там во времена Византийской империи, там же были построены подземные водохранилища. И, наверное, это не просто так было сделано. Матвей Кузнецов пишет. Я как раз сейчас изучаю летописи опасных погодных явлений за последние тысячелетия. Но Алекс из определения климата следует, что это многолетний режим погоды. А когда он поменялся значительно на жизнь одного человека, я даже не знаю. Наверное, и правда, ничего сейчас не происходит такого особенного. Но здесь надо изучать историю, чтобы понять, почему были выстроены подземные водохранилища, с какой целью. Потому что, допустим, Макс Котт пишет. Самарская область, вот такой вот уже август три года подряд. 2021, 2022, 2023 год. В августе от нуля до трех миллиметров осадков не выше. И по температуре на 4-5 градусов выше происходит. В моем населенном пункте нет осадков с 18 июля. И очень много пролетов по осадкам. И какие-то локальные пожары возникают. Вот на днях сгорело 9 гектар леса. Вот так вот жалуются на жизнь. Но здесь надо понимать, что большую роль играло Аральское море. Она стояла щитом для этой жары против выноса сюда в Поволжье. Хотя вот здесь вот нижняя Поволжье, да и средняя, там Саратовская область. У них, в общем-то, такие явления вполне были естественны и до пересыхания Аральского моря. Но сейчас просто стало все это без границ. Нет никакого предохранителя, нет никаких ограничений. И все это вылетает далеко на север. Вот это вот надо понимать. Здесь, в данном регионе, я соглашусь, что здесь долгосрочные изменения происходят. Но это связано с сопостыниванием. То есть, это будет расти количество вот этих пылевых бурь, количество дней с сильным ветром. Резкие перепады температуры и поляризации между зимними и летними температурами. То есть, летом будет становиться все жарче и жарче, а зимой все холоднее и холоднее. То есть, вот такие вот долгосрочные тенденции. Далее, вот Богдан Цоколов пишет, что в Гаване в этом дне был побит температурный рекорд, который продержался с 1909 года. Видите, в 1909 году продержался, получается, 110, 140 лет, например, продержался. И была зарегистрирована температура плюс 37 градусов. Вот это вот необычно, но это связано еще с формированиями штормов в регионе. И потихонечку все-таки происходит там тоже наступление суши. Удлиняются там сухие периоды. Вот эти вот явления наблюдаются по всей планете. Но это явление можно расценивать как старение планеты. Хотя вот Матвей Кузнецов со мной не согласится, жители Восточной Сибири, потому что их заливает очень-очень хорошо. Мы сейчас вот можем увидеть, что здесь происходит. То есть, как практически в тропиках. Вот что пишет Алексей Покровский. Да, вот это вот удивительно, потому что те регионы, которые находятся на побережье океанов, у них как бы логично, да, что туда заходят какие-то штормы, тайфуны. Но вот так, чтобы в центр континента вот так вот регулярно заходило и проливалось. Ну вот такие вот особенности вашего региона. Вот Матвей Кузнецов тоже пишет. Жигалово, Иркутская область, плюс 12 и утопило. Это было вчера. Рано утром прошел сильный дождь с грозой, который перешел в влажную дождь на целый день. Потом добавился ветер и такое ощущение было, что я побывал в слабом тайфуне. Выпало 46 миллиметров осадков. Дождь продолжается и сейчас. Но не только у вас вот такое большое выпадение осадков. Вот здесь, казалось бы, рядом с Оренбургом вроде бы небольшая такая грозовая система, которая шла от Астрахани. Но вот что пишет Эльдар Языкбаев. Сегодня, вчера он писал. Вчера вечером в Оренбурге наблюдалась мощная гроза. Началась она примерно в 16.30 и продолжалась около полутора часов. В результате выпал град размером с горох. За время дождя местами выпало до 45 миллиметров осадков. Мой личный дождемер набрал 32 миллиметра. Вот такие вот события происходят. Ну и также вчера было в Ленинградской области. Неспокойно, правда, локально кое-где было. Считают, что это была супер ячейка. На что обращают Коля Семенов, Николай Ефимов. Ну вот сейчас она сместилась отсюда, вот в Карелию, ближе к Канежскому озеру. С чем это связано? Это хвост. Хвост практически циклона, который находится к северу от Кольского полуострова. Вот здесь вот он оказывает влияние на более южный. То есть не столько опасны циклоны, сколько хвосты от этих циклонов, которые эмигрируют. Так, ну давайте теперь посмотрим, что у нас на Дальнем Востоке. Небольшие осадки вот здесь на Чукотке. Юго-западная Якутия, Магаданская область. И вот тайфун Лан. Но видно, что он все-таки идет по касательной. То есть сейчас он больше направляется в сторону Южно-Сахалинска. То есть немножко просчитались. Изначально расчет был, что был на Хоккайдо. Потом, что пройдет все-таки через Приморье немножко вот так вот на север. Вот сейчас идет все-таки в сторону Южно-Сахалинска. Ну давайте ознакомимся, что там произошло. Ну интенсивность где-то 25 мм за 3 часа. Но кое-где возможно 80-100 мм осадков. Это может быть 70% от месячного объема. Ну то есть если никаких там таких критических не будет недостатков в систему жизнеобеспечения, то вроде бы должно как пройти и нормально. То есть основной удар все-таки приняла на себя Япония. Продолжаются угрозы у нас здесь в Восточной Индии, Индокитая. Немножко на юго-западе Австралия. Давайте посмотрим Южную Америку. Здесь на юге снег выпадает. Но вот севернее, с Уругваем. Здесь вот хвост циклона. И довольно-таки мощные угрозы можно ожидать. Вот это вот сформировался тропический циклон, который, в общем-то, перерастет, судя по всему, в тайфун. И там может быть второй, даже третьей степени. И, судя по всему, он пойдет на север и ударит по Калифорнийскому полуострову. Пока вот такой вот взгляд. И смотрите, как усилился вот здесь шторм около Гудзонного залива. Хвост его отправляется вот сюда вот в районе озера Мичиган. Да, довольно-таки мощные конвективные явления, возможно, в ближайшее время. Так что посмотрим, посмотрим, что к чему там приведет в итоге. Давайте глянем, где сейчас у нас грозы мощные. Ну, вот видите, Франция, Швейцария, мощные грозы. Польша продолжается в этом хвосте, то есть, судя по всему, Карелия вот здесь сюда, может быть, южнее чуть. И вот как раз по Волжье и Западный Казахстан, северо-западный Казахстан мы видим вот здесь такие серии из мощных гроз. Ну, конечно, Юго-Западная Азия. Вот, юг, вот здесь Аравийского полуострова. Ну, хотя вот Раздан 81 пишет интересное сообщение. Привет, Алекс, у нас душу губка, имеется в виду Израиль, и влажность продолжается. Но есть изменения. Несколько дней назад была хорошая облачность, и позавчера днем прокапал дождь. Вот так вот интересно, да, в сухой сезон прокапал дождь. Странное лето у нас нынче. Так у вас соседи там постоянно эксперименты проводят, да, вот, и, да, вот такие вот эффекты возникают неожиданные, да. Ладно, давайте сейчас посмотрим, где у нас в настоящий момент сильные грозы, сверкают ли где-нибудь. Ну, знаете, судя по всему, уже не так мощно, но вот здесь в районе Онежского озера сейчас сильная гроза, и мы видели вот здесь вот запад Германии, нет, северо-восточная Франция и в Словакии вот здесь вот немножко сверкает, но, если честно, не особо интенсивно. Давайте, нет, давайте сейчас посмотрим температуру. Что у нас с температурой? Да, вот, с Дальнего Востока нам пишет юзер DL7. Здравия вам и вашей семье. Привет, Сладивосток. Спасибо вам большое. По температурам мы видим, что за этим циклоном сейчас устремилась прохлада, да, устремилась прохлада в Европу и со стороны Скандинавии. Кстати, у нас довольно-таки облачное такое утро, знаете, больше похоже на ноябрь было, хотя не холодно, но такая облачность довольно-таки низкая висит. Даже такое в некоторых местах подобие тумана осеннего возникает, что-то как-то рано туманы начались в этом году. Ну, давайте глянем, что у нас по Европе, какие температуры. Ну, виды 20 градусов, 20-25 градусов во всей Западной Европе. Прохладно вот у нас на Британских островах, в Скандинавии тоже потихонечку прохладно, начинает с север Германии, смотрите, в Бремене всего плюс 16 градусов. Вот, зато вынос тепла вот из-за этих циклонических процессов сейчас происходит в сторону Варшавы, Вильнюс, Великие Луки, Великий Новгород. Сюда идет в сторону Архангельска плюс 25, и даже до Нарьянмара практически доходит. Здесь довольно-таки высокие температуры. Северный Урал у нас в Поволжье, тридцатники продолжаются, да, Казань плюс 29. Вот Карусель Ченнелл пишет, в Казани 16 августа днем было плюс 26, к вечеру гроза началась и ночью стало плюс 17. Но сегодня у вас должно быть пожарче, и у вас в связи с этим все-таки здесь какой-то мини такой циклончик наблюдается, да, и вынос происходит вот сюда вот горячего воздуха как раз в сторону Уфы, где плюс 32 градуса. Такие интересные процессы. Западный Сибирь здесь тоже подсоединяется, здесь Тюмень 26, Курган 28, Сургут 19, но вчера Женя 86 писал, что в городе Сургут было плюс 21 градус. User YN86S пишет, здравствуйте, Алекс, вы с нами, мы все рады. Появился лучик света в нашей немало информационной жизни. Передали дождь, его не было. Они передали, вдруг идет. Ваши прогнозы дают полную информацию, практически точные. Спасибо большое, да, но мы на самом деле используем прогнозы, которые составляют модели, которые ассоциированы в систему Виндиком, да, примерно так можно сказать. То есть, это не индивидуальные прогнозы. Так, давайте посмотрим, что у нас на юге. Астрахань плюс 33, ну нормально для августа. Волжский 29 или 131, Волжский 30, Ростов-на-Дону 30, Краснодар 35 градусов. Вот в Краснодарском крае сейчас жарковато. С чем связано это? Сюда поступает жара как раз вот так вот вдоль Каспия, мы видим, да, проходит по полупустыням, там еще может быть подогревается, и все это концентрированным образом приходит в Краснодарский край. Поэтому в Краснодарском крае может быть жарко так же, как и в Крыму. Хотя Виталий Штолик пишет, спасибо, жара для Украины плюс 33, это норма. Вот и Октывиан 2011 подтверждает, да, как говорил Малышева, это норма. Ну, абсолютно верно, для августа это норма, и сейчас мы видим такие температуры. Даже вот сюда вот часть прохлады все-таки проникла, да, вот из-под этого антициклона, и в Харькове плюс 26, Киев плюс 27. Ну, может быть, в течение дня прогреется и станет более высокая температура. Сейчас мы еще утро записываемся, вот, мы посмотрим, что будет после обеда. Но мы видим, что в Сибири вот здесь немножко другие процессы происходят, да, более прохладные температуры. В Томске 14, ну, в Сибирь, Бурнаул, сюда занос происходит в Западной Сибири, немножко подогрел воздух. В Красноярске плюс 16, в Бакане тоже плюс 16, в Турханске плюс 18, и Норильск плюс 16. Здесь какой-то прям островок холода, да, который уже вокруг там прохлада, вот сюда вот идет со стороны Северного Ледовитого океана. Но пока прохлада, пока не холод. В Иркутске плюс 20, вроде бы как, хорошие температуры. И вот такой вот островок тепла еще, это Западная Якутия, мы видим плюс 22 градуса здесь, да, 23 градуса, 24 даже в Жиганске. Вот Батагае плюс 24, тоже какие-то локальные такие тепловые системы. Вот, в Магаданской области неплохо, то есть 15-18 градусов, в Магадане плюс 12, Охотск плюс 15, в Анадоре плюс 16, в Ускамчатск плюс 15 градусов. Давайте посмотрим, что у нас в Китае. Потихонечку охлаждается, да, Китай. Но вот здесь вот Токламакан 30-31 еще смог разогреться. В Пекине всего плюс 25, Чунсин, правда, здесь жарковато, плюс 34, Ухань плюс 35. Жарко в Пакистане, а вот в Индии сейчас вполне комфортные погоды, так же, как в Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии, извините. Да, кстати, про Юго-Западную Азию. Давайте посмотрим, что у нас в Аравийский полуостров. Вот здесь 42-43 градуса. Немножко прохладнее, кстати, становится вот здесь вот на побережье. Да, вот как раз в Беруте плюс 29 градуса. Ну, Багдад вот здесь плюс 47, то есть держит марку, как говорится, все довольно-таки жарко. Канберра плюс 7, Мельбурн плюс 10, потихонечку пошла тенденция к прогреву. Сидни плюс 15, хотя вот здесь вот дует южный ветер, Юго-Западный, может быть, что-то и надует. По крайней мере, он не пускает вот эту жару с севера Австралии. Смотрите, как холодно в Новой Зеландии, там выпал снегопад, прям лег снегопад, да, там видели, если вы фотографии в сети, довольно-таки красиво, не поверишь, что это Новая Зеландия. Да, казалось бы, что там ожидания такие, что более теплые погоды стоят. Так, давайте посмотрим теперь север Аляски, здесь плюс 7, плюс 11, неплохо. Фэрбэнкс плюс 14, Анкориш плюс 11. Ну, жара вот ушла с севера Канады, но остается здесь еще тепло. Хэриви, Вилл Найф, ну вот рядом с Маккензи, южнее чуть. Вот здесь циклон, да, перед собой несет вынос концентрированного теплого воздуха на север. Затем мы видим на западе США довольно-таки жарко сейчас, да, ночью даже. И в Техасе, смотрите, устанавливается такая жара, но дневные температуры там, судя по всему, под 40 градусов, может быть, даже и выше возникает. Так, ну вот Южная Америка, здесь морозы стоят, да, южнее вот Нью-Кена, Вьедмиц, здесь все так довольно-таки прохладно. Тепло вот севернее Уругвай, и на границе как раз тепла и холода, здесь сейчас мощные грозы наблюдаются. А в Южной Африке довольно-таки тепло, 13, 17, 18 градусов. В самой Африке, в общем-то, вполне-вполне комфортно. И, кстати, смотрите, в Сахаре что-то даже как-то температура гораздо ниже, чем на Аравийском полуострове, да, странные такие явления. Так, мы с вами забыли посмотреть, что будет завтра у нас с циклонами. Ох ты, смотрите, этот циклон решил бросить хвост на Европу, прям такой мощный порыв, мощный поток. Вот интересно, чем это все произойдет. А в Центральной Европе будут грозы. Этот циклон по северу смещается к новой земле, соответственно, пойдет вот так с северный Урал, и хвост идет, и за ним, суть по всему, будет заток-то холодного воздуха. Сейчас мы посмотрим температуру, разберемся, что к чему. И вот здесь вот, получается, в Восточной Сибири переходит к границам Кякутии циклон, да, и за ним вот такие дождевые как бы последующие идут. В Приморье тоже вот идет сюда такая грозовая система. Это, кстати, тоже вот такой вот фронтальный хвост, да, он как пропеллер получается. А тайфун Лан уже ударит, пройдет, соответственно, Сахалин, пересечет Охотское море, и завтра уже ударит по Камчатке с юга запада. Вот такие процессы нас ожидают. Давайте еще глянем, что здесь в Америке происходит. Здесь, да, этот тайфун идет, Хиллари, по-моему, название этого тайфуна, идет в сторону Калифорнийского полуострова, что может быть довольно-таки опасным. Давайте посмотрим, какие температуры завтра. Ну, довольно-таки жарко будет в Европе, жаркий день практически везде. Но мы видим по северу, то отсюда, скользкого полуострова, вот здесь начинается первый заток такого прохладного воздуха, да. И, кстати, Средняя Азия, вот сюда на юг, так и продолжается выносить тепла. Это нормально, эти вот восточные ветры для августа, это нормально. Хорошо и комфортно северное полуостровое, Урал, здесь западная Сибирь. Ну, немножко прохладно в Южной Сибири, зато хорошо будет в Якутии, прекрасно. Так, давайте посмотрим, что будет у нас в Америке завтра. Здесь, кстати, со стороны Канады тоже какое-то вторжение холода, за циклоном. Вот за циклоном происходит и кое-где, возможно, перепады температуры. Надо быть внимательным жителям Южной Канады. А в Штатах пока что все хорошо тепло, за исключением вот зоны Великих Озер, где, может быть, тоже перепады отмечены. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас будет. Это 22 августа, вторник 22 августа. Здесь вот где-то в районе 60-й параллели установится вот такая граница между холодом и теплом. Практически повсеместно до центральной Сибири. В южных регионах пока еще такое комфортное, прекрасное лето, но температура начинает потихонечку падать. Видим, вот Прибалтика падает температура, Беларусь потихонечку. Средняя Азия держится. В Сибири станет немножко потеплее, кстати, вот особенно в Восточной Сибири чуть-чуть. Ну, а вот Якутия на Востоке здесь уже и на Чукотке мы видим здесь уже формирование такого первых очагов осени идет. И смотрите, что ночью уже становится-то и не жаркие у нас в Америке. Вот день пока еще жаркий. И в Центральной Канаде тепло, и на Аляске тепло, а вот ночью-то уже становится потихонечку прохладной. И сюда вот на северо-восток Канады тоже затекает такая прохлада. Но вот эти два циклона перед собой делают нагон теплого воздуха, поэтому в Гренландии ожидается теплый день во вторник 22-го числа. Ну, а с вами был Алекс, канал Береги Лабжи. Отличное упражнение.